Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Бога нашего. Братья и сестры, Христос Воскресе! Сегодня бы я хотел с вами поговорить, если Господь мне благословит и сподобит, то я постараюсь сделать несколько частей учения Церкви нашей православной о нашем сердце. Это очень важно понимать, как в наше сердце устроено. И от этого понимания человек может возрастать духовно, может распознавать, кто на него нападает, и быть немножко зрячим. И без этого спастись невозможно. Поэтому, братья и сестры, много можно ходить причащаться, исповедоваться, но если благодать Духа Святаго не придет в сердце, человеку спастись невозможно. Об этом говорит святой Памва, великий подвижник Христов. Он говорит, хочешь спастись? Найди свое сердце, тогда спасешься. А как можно сердце свое найти? Только тогда, когда в нем загорится огонь благодати. Как он только загорелся в сердце огонь Духа Святаго, ты его нашел. Поэтому он и говорит такие слова, и вроде просто, и ясно. И вот, прежде чем я начну, братья и сестры, вам зачитывать подборку, я специально подобрал для вас, для всех духовных чат моих, подобрал вам подборку учения святых отцов на эту тему. Но прежде чем я начну говорить на нее, хочу несколько слов только сказать о тех писульках, которые сейчас за меня выходят. Начинают мне присылать с разных сторон, где документ с моей фотографией, которую извлекли из видеозаписи, от Агафангела Пашковского, его синода, где говорится, что я не принадлежу к его синоду. Хочется сказать вам несколько слов. Я на самом деле никогда не принадлежал к синоду Агафангела. И не принадлежу, и Бог даст, принадлежать никогда не буду. Я вам уже объяснял, что я доказал свою хиротонию, и один из их синода Агафангела, имя его Николай Мадыбадзе, он в городе Поти, в Грузии, еще с другим архиереем, сделали в 2012 году нашей хиротонии. Два архиерея рукополагали, и пошла наша ветка. То есть, это мы доказали, хотя Николай Мадыбадзе сперва начал врать и говорить, что этого не было. И когда мы стали доказательства приносить, и фотографии вот этой вот хиротонии и так далее, ему пришлось признаться, что это было, да, это было хиротония. Но смотрите, братья и сестры, что я вам хочу сказать. Что в 2008 году, я уже выпускал это видео, где лично Агафангел на видеозаписи людям рассказывает о том, что те шестерки, которые написаны в откровении Иоанна Богослова, они не принесут вам никакого вреда, если вы будете верить Богу, если у вас будет в душе Господь. Это и есть самая злохульная ересь, которая идет ересь Антихристова, и он ее с 2008 года начал проповедовать. Польюс, это полнейший глобалист, он зарегистрировал свою церковь, и под номерками она сейчас состоит у него. А что сказал тот же из РПЦЗ Серафим Роуз, что передать Тихристово время не будет церквей таких вот именно официальных, они все будут называться организациями. И вы мне из этих организаций присылаете вот эти вот писульки, какие-то там документы и так далее. Не надо мне их присылать. Они глобалисты. Они благословляют людей, чтобы люди получали начертания. И вы от них принимаете вот это вот и распространяете. Я вас прошу, братья и сестры, прекратите мне это присылать. Мне хочется говорить о моем Господе Боге. Если вам нравятся вот эти вот вещи обсуждать, если вы даже с радостью принимаете, не рассмотрев ситуацию, что вы от глобалистов мне это присылаете, не надо мне это присылать, ничего. Я никогда не был в его синодии, Бог даст, никогда в нем не буду. И этому агафангелу через это видео проповедь я постоянно это говорю. И им не нравится это. Но если не нравится вам, тогда поймите, что глобализация это и есть антихристов корабль. Что же вы его людям проповедуете? Поэтому вот эти все ваши документы, которые вы выпускаете, они не имеют никакую силу перед Господом. И Господь вам уже показал, первый суд, который вы надо мной вынесли, синод агафангела, вынесли на основании лжи Николая Мадыбадзе. Когда он сперва отрекся от нас, что не делал хиротонию. А потом признался. Ну получилось, что вы суд вынесли, когда лгал человек, и вы на основании лжи призывали Духа Святого и говорили, изволяйся нам и Духу Святому. Все это вранье. Я даже слушать это не хочу. И вы не принимайте этого. Потому что я уже все доказал. Больше мне хочется говорить о любимом Господе моем. И поэтому я это видеообращение сейчас делаю для чат духовных, которые слышат меня, о чем я говорю вам. И не участвуйте в этих спорах. Они нам не нужны совершенно. Разве вы не можете понять? Вы посмотрите, уже из-за границы, везде, везде трубит разговор о моем имени. Кто-то его хулит, кто-то его говорит, что Господь через него действует и так далее. Но почему Господь? Неужели вы не зададитесь вопросом? Почему такой разговор сильный идет обо мне? Неужели руку Божию не видите в этом? Почему те люди, которые осуждают меня, они постоянно в злобе находятся, в осуждении находятся, в раздражении находятся? Они берут на себя суды Божии. Неужели вы это не видите? Неужели вы забыли, что такое православие? Сегодня я хочу немножко поговорить с вами, не своими словами, а зачитать слова святых отцов, и где-то, может быть, что-то от себя вам пояснить, если Бог благословит. Вот сегодня я прочитаю вам святого Феофана Вышинского. Сторона чувства сердца. В жизни человека влияние страстей на сердце. Сторона чувства сердца. Кто не знает, коль великое значение имеет в жизни наше сердце. В сердце осаждается все, что входит в душу совне, и что вырабатывается ее мыслительной и деятельной стороной. Через сердце же проходит и то все, что обнаруживается душою вовне. Потому оно и называется центром жизни. Дело сердца – чувствовать все, касающего нашего лица. Вот сколько я вам говорю, что мы должны Бога чувствовать, да? И вот святой Феофан Вышинский, он будет сейчас объяснять, что чувства разные есть. И мы должны какие-то чувства, критики всегда критиковать это, вот не сразу принимать. И многие люди из вас не понимают, почему сердцу не нужно верить. Я вам поэтому сейчас и зачитаю, чтобы вы поняли. И здесь настолько доступно и просто пишется. Помоги Господи. Дело сердца – чувствовать все, касающего нашего лица. И оно чувствует постоянное и неотступное состояние души и тела. А при этом и разнообразные впечатления от частных действий душевных и телесных, от окружающих и встречаемых предметов, от внешнего положения и вообще от течения жизни, понуждая и нудя человека доставлять ему во всем это приятное и отвращать неприятное. Здоровье и нездоровье тела, живость его и вялость, утомление и крепость, бодрость и дремота, за тем, что увидено, услышано, вкушено, что воспомянуто, осязанно, обоняно и воображенно, что обдумано и обдумывается, что сделано, делается и предлежит сделать, что добыто и добывается, что может и не может быть добыто, что благопрепятствует нам или не благопрепятствует, лица ли то или стечение обстоятельств. Все это отражается в сердце и раздражает его приятно или неприятно. Судя по всему, ему и минуты нельзя быть в покое, а быть в непрерывном волнении и тревоге, подобно барометру перед бурей. Но предчувствовалось и многое проходит у него без следа, как может проверить теми случаями, что когда в первый раз случится нам где быть, то все нам интересно и занимает все наше зрение. А после второго и третьего раза, разве что-то немногое. Всякое воздействие на сердце производит в нем особое чувство, но для развлечения их в нашем языке нет слов. Мы выражаем свои чувства общими терминами. Приятно, неприятно, нравится, не нравится, весело, скучно, радость, горе, скорбь, удовольствие, покой, беспокойство, досада, довольность, страх, надежда, антипатия, симпатия. Понаблюдайте за собой и найдете, что на сердце бывает то одно, то другое. И вот видите, друзья мои, что святой Феофан Вышинский все это называет чувством. Поэтому человек, он обязан чувствовать. И есть чувство от врага, а есть чувство от Господа. Поэтому нам нужно это знать. Но значение сердца в экономии нашей жизни не то только, чтобы страдательно состоять над впечатлениями и свидетельствовать об удовлетворительном или неудовлетворительном состоянии нашем, но и то, чтобы поддерживать энергию всех сил души и тела. Смотрите, как спешно делается дело, которое нравится, которому лежит сердце. А перед тем, которому не лежит сердце, руки опускаются и ноги не двигаются. От того, умеющие собою править, встречая нужное дело, которое, однако же, не нравится сердцу, спешат найти в нем приятную сторону. И тою, примирив с нею сердце, поддерживают себе потребность для дела энергии. И вот, братья и сестры, это настолько удивительно здесь описывает святой Феофан Вышинский. Вы знаете, вот, допустим, приведу вам пример. Когда мы хотим что-то сделать приятное такое для нашего сердца, мы это успешно и хорошо делаем. Нам нравится это. Но, допустим, вот пойти в храм далеко не всякому человеку иногда хочется. Он там то устал, то еще что-то. И вот здесь, когда человек себя переламывает, переделывает и все равно заставляет и идет, здесь это не особо правильно, потому что он там будет в плохом состоянии находиться. Но здесь Феофан Вышинский нам открывает, как мы должны заставить себя. Мы должны, понимаете, в нашем сердце есть энергия. Эта энергия называется ревностью в благих делах. Я имею в виду в добрых делах. Есть, конечно, и не в добрых, а на делах. Но вот эта вот именно сила воли в сердце движимая, которая называется ревностью, мы должны, когда нам чего-то не хочется сделать, допустим, в храм пойти, а взять и как-то мысленно примирить свое сердце с этой мыслью, что мы все равно туда пойдем. Но как-то, знаете, какие-то приятные моменты ему сердцу рассказать, что что ты тяготишься, вдруг сейчас вот Господь же он такой дивный и милостивый. Вот потружусь немножко, пойдем встанем, и Господь милость подаст, и Он может такую благодать сильную подать. И такое утешение будет, и забудется эта вялость, и нежелание идти, и так далее. И когда с сердцем ты немножко договариваешься, то появляется сила. И эта сила помогает нам потом не унывать, не отчаиваться. То есть, понимаете, договаривайтесь с сердцем своим, чтобы сделать доброе дело. И тогда будет делаться доброхотно делающего или доброхотно дающего любен Господь. Помоги нам, Господи. Потребную энергию для дела. Ревность – это движущая сила воли, из сердца исходящая. То же и умственной работе. Предмет, павший на сердце, спешнее и всестороннее обсуждается. Мысли при этом роются сами собою, и труд, как бы он ни был долг, бывает не в труд. Не все всем нравится, и не у всех ко всему одинаково лежит сердце. Но у одних больше к одному, а у других больше к другому. Это выражается так. У всякого свой вкус. Зависит это от счастья, от естественного предрасположения, частью и не больше ли. От первых впечатлений. От впечатлений воспитания и случайностей жизни. Но как бы ни образовались вкусы, они заставляют человека так устроить свою жизнь. Такими окружить себя предметами и соотношениями. Какие указывает его вкус. И с какими мирен он бывает, удовлетворяясь ими. Удовлетворение вкусов сердечных дает ему покой сладкий, который составляет свою для всякого меру счастье. Ничто не тревожит. Вот и счастье. И вот знаете, братья и сестры, хотел бы немножко больше открыть вам эти слова, которые были святым человеком указаны. То есть мы, вот допустим, даже в дом какой-то вы заходите, начинаете в нем жить, вы в доме расставляете именно те предметы, которые вас не раздражают, которые вам нравятся, которые вам приятны. И вы как бы какой-то такой некий покой составляете себе от приятных вещей, которые вам доставляют некую приятность сердца. Также и в духовной точке зрения человек в сердце своем, то есть он когда имеет какие-то разные страсти, расположения и так далее, он все под это подгоняет. Друзья у него как раз такие же становятся. То есть вот потом, допустим, если ему не нравятся споры, ругань, он убегает от них, допустим. Да, и он все подготавливает к своему сердцу, делает все возможное, чтобы не появился какой-то раздражитель и не мучил его, чтобы он хоть немножко в каком-то покое был, в некоем счастье. Вот именно вот это все очень важное и главное. И почему у нас святые отцы говорят, если, и также Господь, да, от преизбытка сердца уста говорят. Вот важно, что, о чем человек постоянно говорит, что от него исходит. Это очень важно, то есть вот. И это Господь нам подтвердил своим Словом Божественным. И вот знаете, бывают такие ситуации, когда человек что-то к себе притягивает и говорит постоянно о Господе, о любви к Нему, о Матери Божией, о святых ангелов. То есть, да, у него какие-то чувства появляются к святым, он этим живет, он этим заинтересован. Другой человек очень заинтересован сердце свое познать в Боге. И он начинает познавать, Господи, как же это так вот. И такие, вы знаете, работы происходят. Допустим, очень интересно почитать, когда святые отцы у нас очень часто в своих проповедях богословских, они ум нас наш и сердце, они называют часто меня и его. То есть, когда они говорят об уме, они говорят то же самое и о сердце. Что говорят о сердце, то же самое говорят и о уме. Почему такое происходит? И это очень интересно, братья и сестры. Ну, я, по крайней мере, для меня говорю, да. Ну, есть, конечно, много людей, которые любят Господа и стараются как-то вот познавать себя. Это интересно становится. И в сердце от этой интересности ты с сердцем уже примирился, и появляется вот эта вот сила, движущая в сердце воля, которая называется ревностью. И человек, он ревностью, этим духовным мечом где-то отсекает страсти, где-то убегает от врага, где-то еще что-то, чтобы сохранить именно святое в сердце. Вот. И почему же такое происходит? Почему называется где-то ум, а он сердцем называется. Где-то сердце, а где-то говорится про ум. Поэтому я вам хочу сказать, что, хотя эти две разные вещи, то есть, да, вот именно, потому что ум – это есть сила души. То есть, вот именно око души его называют. То есть, да, вот это Исаак Серином называет его частью силы души. То есть, вот именно. Вот. А сердце – это и центр жизни всей. Но, смотрите, они вроде и разные, но они должны быть неразделимы. И когда Господь создал человека, то у него ум был в сердце. Он восседал на сердце, как на престоле, как царь восседает на престоле сердца. То есть, вот. И это очень важный момент такой вот. Воля, сердце и ум, то есть, они должны, они как вот должны быть у нас соединены в сердце. То есть, вот как три не слиянные, но неразделимые, как святая троица. То есть, вот. И почему святые отцы называют ум? Потому что ум можно назвать умом тогда, когда он находится на своем месте. Он находится в сердце, где и должен быть. Вот когда сие происходит, такое может твориться только благодатью Христовую. Для этого и нужно было нам крещение, чтобы Господь нам зерно посадил. Чтобы ум пришел обратно в сердце. А иначе он находится под разумом в голове. И разум, так Бог управил, что он ответственность несет за мирское. Если беспристрастно. То есть, да. Это надо там поле спахать, чтобы трудиться. Там дрова заготовить, еще что-то там. Где-то воду сделать, выкопать, чтобы вода была. То есть, для питания нашего. И ум сейчас стал теперь под сердцем. Поэтому он полностью мирской. А тот, кто любит мир, есть вражда на Бога. Поэтому Господь наш Иисус Христос пришел для того, чтобы ум вытащить у нас из головы и поставить его на свое место в сердце. А сие только может твориться благодатью Духа Святаго. Как только ты почувствовал огонь в сердце, знай, что ты на секунду, на минуту стал зрячим. Ты стал видеть. Потому что без чувства видения невозможно. Пока сердце говорит, святое видение присутствует. Говорит у нас святой Игнатий Бринчалинов. И вот, братья мои и сестры, я хотел бы немножко вот этим поделиться с вами, чтобы вы понимали, что самое главное в жизни для меня. А не вот эти вот вещи, которые сейчас распространяются. Там всякие разные слухи, разговоры, критики, некритики, осуждения, неосуждения. Мне это не нужно. Я хочу за Господом идти и о Боге вам говорить. Если бы человек всегда в мысленной части держался здравомыслия, а в деятельности благоразумия, то встречал бы в жизни наименьшую долю случайностей, неприятных его сердцу. И, следовательно, имел бы наибольшую долю счастья. То есть, если бы у нас в мыслях было здравомыслие, то есть, да, что такое здравомыслие? Это когда тишина, всё по полочкам разложено, и тишина помыслов идёт. И у человека приходит покой. От покоя и дела наши становятся совсем другими. Благоразумными они становятся. Вот. И мы бы в этот момент, если бы это так всё устроили, да, то встречали бы в жизни наименьшую долю случайностей, неприятных нашему сердцу. И, следовательно, имел бы наибольшую долю счастья. Но, как указывалось, мысленная часть редко держит себя достодолжно, предаваясь мечтам, рассеянности, и деятельно уклоняется от своего нормального направления, увлекаясь непостоянными желаниями, возбуждаемыми, непотребностями естества, а пришлыми страстями. Оттого и сердце покоя не имеет. И пока те стороны находятся в таком состоянии, иметь его не может. Больше всего те ранят сердце страсти. Не будь страстей, встречались бы, конечно, неприятности. Встречались бы. Но они никогда не мучили бы так наши сердца. Как мучат страсти, как жжет в сердце гнев, как терзает его ненависть, как точит злая зависть, сколько тревог и мук причиняет неудовлетворенное и поосрамленное тщеславие, как давит скорбь, когда гонор страдает. И вот мне бы здесь хотелось остановиться немножко, братья и сестры. Дело в том, что когда я начал говорить проповеди, и много говорю о сердце, вы это знаете, кто меня слушает. Многие люди, которые находятся действительно в болезненном духовном состоянии, они начали слышать меня, что я говорю им, и приезжать. Но оказалось так, что вот здесь дальше будет сейчас рассказано о том, что они не понимали, какими они чувствами движимы. То есть вот и почему святой Феофан Вышинский говорит, сколько приносит сердцу страданий, страсти. И вот когда человеку где-нибудь на мозоль наступит духовник и показывает ему, что ты неправильно сделал, где-то построже скажет еще что-то, у человека начинаются какие-то чувства возникаться, смущение какое-то приходит, и он начинает думать, что это вот от него идет, допустим, от меня это все исходит. Он не такой, что он за себя там выдает и так далее. Вот у нас сейчас очень сильно трудится для того, чтобы Голгофу от нас убрать. И говорят, это система антихристовая такая, Голгофу убери и спасайся. Ну ведь благодать пришла только тогда, когда Господь воскрес после Голгофа. Поэтому нам с вами нужно на Голгофу идти. А как на Голгофу идти? Вот здесь Феофан Вышинский пишет, что каждая причиненная вот такая боль сердечная, которая есть, вот мучимая, она в основном все от страсти идет. Поэтому нам нужно себя критиковать больше, а не ближних. Нам нужно в себе причину искать. Вот Господь мне показывает, что вы должны распознавать время, в какое спасаетесь. Если, допустим, у нас время не познали пришествие Сына Божьего, то убили самого Бога. Так же и сказано, что не распознают многие царя, так же и убьют его и предадут его. И вот служение царское, которое, когда уже царь венчается, оно будет малое, оно не будет много идти. Об этом и святая Пелагиюшка Рязанская говорила. Вот. Потому что все равно предадут и убьют. И что мне хотелось сказать, что эти люди, которые вроде как бы и слышали меня, что я о сердце говорю, на самом деле не поняли, что Господь нас на Голгофу призывает. Что надо всегда в себе причину искать. Да, если построже рассмотреть, то найдем, что и все наши тревоги, и боли сердца от страстей. Вот смотрите, еще раз он повторяет эти слова. Эти злые страсти, когда удовлетворяемые бывают, дают радость, но кратковременные. А когда не бывают удовлетворяемые, а напротив встречают противное, то причиняют скорь, продолжительную и несносную. Поэтому, братья и сестры, если у вас в общении с людьми начинает какая-то боль сердечная происходить, знайте, что она от страстей идет. В основном от страстей идет. Помоги вам, Господи, понять это. Таким образом, видно, что сердце наше точно есть корень и центр жизни. Оно, давая знать о хорошем или худом состоянии человека, возбуждает к деятельности прочие силы. И после деятельности их опять принимает в себя на усиление или ослабление того чувства, коим определяется состояние человека. Казалось бы, что ему следовало бы отдать полную власть, то есть сердцу, и над управлением жизнью самой, как это и бывает у многих-многих вполне, а у всех прочих понемногу. Казалось бы, так и может быть по естеству, но имело именно такое назначение, но превзошли страсти и все помутили. При них и состояние наше указывается сердцем неверно, и впечатления бывают не таковы, каким следовало бы быть. И вкусы извращаются, и возбуждения других сил направляются не в должную сторону. Потому теперь закон держать сердце в руках и подвергать чувства, вкусы и влечения его строгой критике. Вот видите как, вот из-за того, что страсти пришли, мы должны строгой критике придавать наши чувства, желания и ощущения сердечные. Когда очистится кто от страстей, пусть дает волю сердцу, но пока страсти в силе давать волю сердцу, значит явно обречь себя на всякие неверные шаги. Хотя здесь можно было бы нашими языками, как мы сейчас жестоковыны, когда любви особо нет, мы могли бы сказать в этих словах, что такой человек погибнет, там бесы им завладеют, еще что-то. Но посмотрите, какой он нежной любовью нам это говорит. Такие вещи, когда мы доверяем своему сердцу страстному, это нас обретает на неверные шаги. Видите, как он ласково и милостиво обличает нас. Хуже всего поступают те, которые и целью жизни поставляют сласти сердца, и наслаждение, как говорят, жизнью. Так как сласти и наслаждение плоские и чувственные дают себя сильнее чувствовать, то такие лица всегда не спадают в грубую чувственность и становятся ниже той черты, которая отделяет человека от прочих живых тварей. То есть человек становится ниже скотины. Так вот вам душа и душевная жизнь со всех ее сторон. Я указывал нарочно тем, чему, естественно, следует быть на каждой стороне, и чему не следует. И без напоминания вам вижу в вас готовность следовать первому и отвращать последнее. Благослови вас, Господи! Вот, братья и сестры, хотел бы немножко с вами на эти темы поговорить, потому что они очень важные. Это жизненная важность такая вот. Мы, если здесь Христа Господа нашего живого не встретим, мы не сможем спастись, дорогие мои друзья. Это просто будет невозможно. А почему, допустим, многие люди меня не слышат? Вот смотрите, дальше здесь вот я буду вам зачитывать, как святые наши отцы о чувствах рассказывают. И они говорят, что, вот, допустим, знаете, я сейчас немножко попытаюсь вам более подробнее рассказать об этом. Они говорят такие слова, что если человека поставить двоих, один будет зрячий, а другой будет слепой. И вот тот зрячий, который будет видеть, допустим, восхождение солнца или закат солнца, и будет смотреть и восхищаться природой, которую Господь создал, он через вот эти вот глаза, которые видят у него, получит особые ощущения сердечной, приятности и благодарения Богу и так далее. Но человек, который слепой стоит, если даже зрячий ему будет рассказывать, вот смотри, то здесь такой закат, он такой красивый, слепой человек не сможет, как бы он ни хотел, воспринять те чувства, которые зрячий человек через зрение получил чувства такие по Богу. Понимаете, вот, это все равно, что когда сердце наше должно видеть, оно должно видеть пространнее, и когда благодать Божия в нем загорелась, и вы это увидели, почувствовали, значит, вы увидели. И вот человек, который не ощущает благодати в сердце, и сколько ему бы ни говори, он так же, как и слепой, не сможет воспринять те чувства, о которых мы будем говорить. Поэтому дальше будет отцами сказано, что даже таких людей называют, что это невозможно, в наше время сейчас этого вообще нету, да и вообще это человекам невозможно. И против этого Симеон, новый богослов, восставал и говорил, что это самая худшая злая ересь, которая может быть. Вот, и видите, как вроде все люди одинаковые, да, между собой. А смотрите, какая разница. В ком-то Дух Святый живет и горит в нем, а в ком-то вообще отсутствует. Вот, поэтому, знаете, друзья мои, мне хочется с вами только на эти темы говорить, чтобы вы возрастали духовно, чтобы вы понимали суть происходящего в мире, что сейчас, если в вашем сердце не будет гореть благодать Духа Святаго, то вы не сможете и по смерти к Богу прийти. Это как пять юродивых дев, как они стучались, и посмотрите, да, и двери закрыты. Они всю жизнь думали, что они правильно идут. Они удовлетворялись своими желаниями, они доверяли своим сердечным чувствам, когда сердечные чувства говорили, все у тебя хорошо, не переживай. Они этому доверяли. Но, как батюшка Серафим Саровский говорит, наша цель, это есть самое главное, стяжать Духа Святаго. Другие святые отцы говорят, если ты, брат мой или сестра, любое дело, которое есть святое, какое бы вы ни делали, если вы будете это делать не ради того, чтобы благодать в сердце пришла, не ради Христа, не ради славы Божьей, знайте, что все это в яму пойдет. Оно не принесет вам никакого доброго плода, а наоборот, осуждение от Бога. Поэтому мне бы и хотелось вам сегодня это все зачитать. Но я сначала начал говорить про распознавание времен, что это очень важно. Не познали Христа и убили его. Не познали время посещения Христова, как говорит святой апостол. Почему это очень важно? Смотрите, в одно время, допустим, человек бывает он... Люди у нас живут, и они занимаются и сихазмом. Господь такую благодать им подает, они этим занимаются и возрастают духовно. Чем больше в сердце благодати принял человек, тем более он становится Богом, Духом, Святым Вадим. От этого Духа Божьего приходят ученики, и они загораются. Когда старцы умирают, они становятся на их места и окорбляют также других людей. Этот огонь благодати со дня Пятидесятницы он должен идти, идти, идти. Поэтому очень важно рукоположение, преемство рукоположения. То есть вот этот Дух, который приходит к нам и говорит в наших сердцах, он и свидетельствует о самом главном рукоположении. Поэтому я вот эти вот писульки, которые мне пишут, вообще даже не слушаю, потому что они глобалисты, а я от этой антихристовой системы не принимаю никаких законов. Вот просто знайте это, и не присылайте мне больше ничего. И договорю еще, допустим, во время Исихазма, Господь людей благословлял именно в основном вот этими делами заниматься. Бывает время милосердия, когда начинают по всей стране строить страноприимницы, и Господь говорит, как мне это угодно, милосердие. Потом приходит время гонения мучеников, допустим, то есть именно в это время нужно идти и мученичество на мученичество. То есть в каждое время, которое Бог подает, нам нужно его распознать и идти к этому, и тогда мы получим благодать Божию. Но если сейчас время мученичества, а ты пойдешь там в келье и затворишься и будешь сидеть под кроватью со свечкой и молиться, то поверьте мне, вам благодать Духа Святаго не придет. И для чего я это все говорю? Господь открывает мне, чтобы я вам передал, что сейчас Дух Святый может прийти только через Голгофу, только через отвержение себя и взятие креста на себя. Как Господь шел со крестом и падал, вот и нам нужно вот так вот идти с крестом, и будем много падать, но надо вставать. И все, что с нами происходит, принимать только от Господа Бога нашего. Либо Господь нам это благословил, чтобы с нами это случилось, либо Он попустил. И как некоторые мудрые мужи говорили монахи, Господь меня испытывает. Разозлюсь ли я на брата своего или нет. То есть, понимаете, вот. И вот только это единственный путь, который может привлечь к себе благодать Духа Святаго в сердца. Другого пути, вот Господь вам говорит, и я вам передаю его слова. Другого пути не будет. Не будет пользы от вашего мученичества, если ваше сердце находится вот в таких вот состояниях, когда вы даже Духа Святаго не ощущаете. Почему не принесет пользу? Потому что всякое дело, даже язычники, когда они видели, что как мучают христиан, то есть, да, и как Господь чудеса какие являются, они кричали, «Велик Бог христианский!» Почему они это крикнули? Они крикнули это в благодати Духа Святаго с живою верою. И вот когда они этот плод начали первый делать, на первую ступень, стали фундамент их был с благодатью, то они кровью окрестились и стали мучениками, даже язычники. Но если этой благодати в сердце нет, и человек будет идти на мученичество, на страдания, на любые какие-то там, я не знаю, ссылки, тюрьмы еще, это не принесет никакого плода. Сперва должен человек загореться благодатью и сказать, «Господи, как я жажду пострадать за Тебя, да? Но я грешно, я не смогу этого сделать. Ждите, к вам придет время, потому что вас Дух Святый позвал на это». Вот это нужно, понимаете? И вот когда я об этом говорю, мне говорят, что я о Духе Антихристом проповедую. «Глупцы». Почему глупцы? Потому что человек не может, озаренный Духом Святым, не видеть то, о чем я говорю вам. И человек, почему его называют безумие, или там глупцы, допустим, или еще что-то, почему это называется? Или почему говорят несчастный? То есть, да, это правильные слова, это не есть оскорбление, это есть состояние человека. То есть, допустим, помрачение, когда враг придет, допустим, совершу какой-то грех, и враг наступает, и помрачение ума какое-то приходит. Сколько раз враг нападает? Мы все грешные люди. Но когда покаешься, попросишь у Господа прощения, опять Господь приходит и утешает. И этот Дух Божий, Он через нас вопиет, а во Отче. Он нам подает чувство родства с Богом Отцом и примирения с Ним через Господа нашего Иисуса Христа. Вот если этого всего нет, зачем нам общеслужение, зачем нам облачение, зачем вообще все нужно? Это все будет театр без этого всего. А врагу и нужно, чтобы был театр. И вот мы и восстаем против этого, и говорим, что священнослужители, монахи, которые не ощущают себе Духа Святаго, это есть черные головешки. Они не имеют части с Господом нашим Иисусом Христом. Здесь грешность человека составляет, как сказать, критерий какой-то. А важно состояние сердечное. Есть человек, который грешный и грешнее многих, то есть, да, но в сердце у него есть желание, Господи, как же я хотел бы тебя любить, если бы ты мне дал хоть немножко силы, я бы тебя так сильно полюбил и очень хочу. И пусть я с этим умру, хоть я и грешный. Но он это говорит искренне, собирая все чувства, он говорит, это в истине. А когда человек в истине молится, обязательно Духа Святаго получит. И вот, братья мои, сестры, чтобы получать Духа Святаго, предавайте критике постоянно свое сердечное чувство. Не доверяйте себе. Когда перестанете доверять себе, человек так устроен Богом, что ему заложено от рождения вера, надежда и любовь. То есть, человек он всегда во все верит. Даже атеисты, которые говорят, не верю ни в чем, но он в себя верит. То есть, идолы из себя сделали и так далее. Все равно человек в что-то верит. И когда человек привыкший доверять своему сердечному чувству, перестанет это делать потихоньку, ему придет надобность, потребность кому-то доверять. И он начнет доверять Богу через духовников, через духовников, через отцов духовных и через священников. Либо через братьев и сестер верующих, но не своему сердцу. Вот это и самое главное начало спасения человека. Если к этому человек не придет и будет исполнять только свои хотения, пожелания, какие бы они добрые не были, то такой человек, он как листья с деревьев, будет быстро падать и не поднимется. Помоги нам, Господи. Спасайтесь, друзья мои. Возрастайте в Господе. Пламенейте духом. Любите людей. Поймите, что есть наши враги, а есть враги Христовы. Надо их различать. И вот Господь поставит помазанника именно того, который будет это уметь, различать. И воинство, которое будет вместе с Архангелом Михаилом и с царем, и это воинство научится от Святого Архангела Михаила и через проповеди, которые Господь мне подает, распознать, что есть наши враги, которые Господь заповедовал любить, а есть враги Христовы. Поэтому, друзья мои, держитесь. Вспоминайте Илью Пророка. Как он взял самолично, столько голов отрубил этим людям, которые хулили Христа, то есть вот эти вот чародеи всякие там, которые бесам поклонялись. Смотрите, какая ревность у него была. Ну, эта ревность была правильная, она мирная была, она ревность по Богу, вот эта движущая сила, которая, ну, с миром, а то многие ревность называют, да не по разуму бывает. Вот, еще бы я хотел вам немножко о прелести рассказать, чтобы вы понятия имели хоть чуть-чуть, потому что люди многие в икрики, вот этот прелесть, и тот в прелести, а сами не знают даже, что это такое вообще, как она действует, и в каких случаях она может действовать, а в каких не может действовать. Вот когда изначально самые первые проповеди я вам говорю, и говорю, что в сердце должно загореться огонь благодати Духа Святаго, от начала проповеди до последнего, вот сейчас, сейчас, вот момент я постоянно только это и говорю. святые отцы, наши все говорят, что в этом прелести быть не может. Вот, это первое. То есть, вот, в каких случаях может быть прелесть? Когда человек свое внимание держит в голове или держит в животе. Первая прелесть, которая в голове, она приводит мечтательное состояние, и через мечтательность, бесовская мечтательность входит. Вот второе, которое в животе, оно, знаете, бывает заграние какое-то в животе, и оно жаждет всякие откровения получить там от Бога, да, всякие там, в общем, вот такие вот моменты, то есть, вот, тоже прелестные такие вот. Поэтому, вот этих вещей убегайте, старайтесь, чтобы в сердце вашем загорелась благодать Божия. Но как она может загореться? Она может только через болезненность сердца загореться. Болезненность сердца, вот, есть от страстей, а есть болезненность сердца, допустим, от сокрушения. Когда человек приходит в состояние познания своей немощи и говорит, Господи, как же спастись можно? И как Господь апостолом ответил, так же и нам говорит, что человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И вот именно в этот момент человек начинает сокрушаться, и у него приходит некая такая тонкая боль в сердце от содеянного, от положения, которое у нас происходит, от гибели, которая у нас идет, и это ужас какой-то. То есть, понимаете, человек начинает молиться Господу, то есть вот, и когда он начинает с надеждой молиться в Господе, сокрушение, оно всегда дает свой плод, надежду и молитву, обязательно знайте это. И он, как бы, человек выдавливает из сердца и плачет перед Богом о содеянном состоянии. Почему слово называется рыдание? Рыдание, это когда вот эта болезненность сердца, правильная по Богу, она соединяется с молитвой и надеждой, и у человека начинается рыдание. Не когда человек просто орет и рыдает, да, то есть вот, а рыдание, это должно быть изнутри такое вот. А оно может человек и громко заплакать, может и так заплакать, и как уже получится, то есть, да, вот. И вот эти вот моменты запоминайте, чтобы вы распознавали, то есть, да, что вот всегда нужно держать в области сердца свой ум. И через эту болезненность человек, он обязательно получит Духа Святаго. помоги нам Господи, друзья мои, спасайтесь, крепитесь всем, кто находится в трудных обстоятельствах, в военных положениях, низкий поклон, и мы за вас всегда молимся, держитесь, и если Господь что-то попустил, то старайтесь быть мирными в войне, чтобы ваше сердце, вот это вот, военных действиях было мирно и постоянно. Вот, чтобы мы не злобой уходили там, обозляясь на кого-то, там, да, на наших же братьев, то есть вот, чтобы ваше сердце было мирное, чтобы вы молились Господу, чтобы Господь вам не допустил какой-то сотворить грех, какой-то, какой-то там, либо убийство, или еще что-то, в общем, полностью отдайтесь на волю Божию и скажите, Господи, отдаю свое сердце Тебе, я не знаю, что происходит, я не знаю, куда меня ведут, я не знаю, что происходит, отдайтесь Господу, и Господь будет управлять. Держитесь, друзья мои, спасайтесь во Христе, с Богом. Учение о сердце в Святом Православии по Святым Отцам и Святому Писанию об уме, сердце и помыслах. Сердце. Одно из основных прошений, с которыми мы обращаемся к Богу, это обретение спасения. О высшем мире и о спасении душ наших Господу помолимся. Кроме того, очень многие тропари заканчиваются словами молей «спастись душам нашим». Спасение души – это не снятие с себя какой-то вещи, но обличение во Христа. Это не отрицательное, но положительное состояние и главным образом общение и соединение со Христом. Это общение совершается прежде всего в сердце, поэтому обретение спасения есть прежде всего обретение сердца. После того, как Бог удостоит нас обрести сердце, мы сможем идти путем спасения. Характерны слова Авы Памва. Если имеешь сердце, можешь спастись. Иметь сердце – значит найти свое сердце, через которое Бог сможет направлять человека. Объясняя слова Господа, Царствие Божие, внутри вас есть. Преподобный Марк Подвижник говорит, что прежде должно возыметь в сердце действительную благодать Святого Духа и потом, соответственно, сему, войти в Царствие Небесное. Добротолюбие, том 1, страница 552. Поэтому многие отцы считают необходимым обрести место сердца, где действует нетварная благодать Божия, поскольку тогда наставником христианина становится Господь, а путь его безопасно направляется Святым Духом. Мы сейчас будем с вами читать о том, что когда сердце находится человеком, то есть духовное сердце, то оно всегда идет ощутительно. Без этого человек не может быть личностью. Само вот, может быть, вы слышали, что есть тело Христово, когда мы в Божественной Литургии священнослужители притворяют невидимо хлеб, вино в тело Христовое и кровь Божественную. А тело Христовое это еще есть те люди, которые именно осиянием Духа Святаго в сердце, которые ощущают любовь Божию в сердце, которые чувствуют благодати Христовой, эти люди называются телом Христовым. И смотрите, как это мало очень людей. Я вам скажу, что я очень много разъезжал, ходил, кадастраничал, со многими священниками, епископами разговаривал. И знаете, я понял, что они вообще не понимают, что такое Господь, когда в сердце приходит. И, к сожалению, такие священники, они служат Господу Богу нашему. Чем же они могут научить? Учат только тому, чему сами научились от отцов своих. Это я говорю не осуждением этих людей, а положение, которое у нас произошло именно после предательства царя Николая и поминанием на службах богоборческой масонской власти Красной. Вот именно в то время люди настолько стали от Бога отходить, что они потеряли всякое понимание о Царстве Небесном, которое должно находиться внутри нас. И такие люди начинают изучать Святое Православие головой и умом, который находится под разумом сейчас, а разум отвечает за мирские деяния. И эти люди уже в извращенном понимании начинают изучать темы о благодати Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому и сами того не имеют и людям передать не могут. И вот сейчас, братья и сестры, мы должны понимать перед концом времени нашего, в конце времени нашего, что без этой благодати Господа нашего Иисуса Христа ощутимо действующее в сердце мы не можем спастись, мы не можем называться телом Христовым, мы не можем соединиться со Христом. А если не соединились со Христом, то Духа того, который в сердцах наших должен вопиять, а в очи его нет. Поэтому мы не Христовы. И много раз можно говорить, что Господи, Господи, а толку от этого не будет. Поэтому мы с вами должны это понять, осознать и забить в колокола и просить Господа, чтобы он пришел в наше сердце. И здесь дальше будет описано, как к этому нужно приходить. Что такое сердце? Когда Священное Писание и Святые Отцы говорят о сердце, они имеют в виду как высшеестественное духовное, так и плоское сердце. Ведь сердце это с одной стороны. Я тут подготовил вам, сделал выписки, чтобы немножко потом и в обитель передать это, чтобы люди могли изучать. Не только плоской орган, с другой же центр нашей личности, в котором совершается наше общение и соединение с Богом. В некотором отношении эти два значения слова сердца совпадают, но в то же время между ними проводятся и различия. В дальнейшем мы рассмотрим этот предмет подробнее. То есть телесное сердце и духовное сердце, они вроде совпадают, но и разделяются. И как Святые Отцы дальше услышать, они будут говорить, что в нашем плотском сердце находится еще и духовное сердце. Прежде всего, давайте рассмотрим вопрос о вышеестественном духовном сердце. Этому духовному сердцу довольно сложно дать определение, поскольку сердце поистине непостижимая бездна Святой Макарий. Ведение этого духовного сердца тем более невозможно для плотского человека, подчиненного владычеству рассудка и подверженного помрачению своей жизни после падения. Поэтому нельзя найти определение, которым бы описывалось состояние, переживаемое духовным человеком. Можно охарактеризовать лишь его признаки и образы. Духовный человек, живущий молитвой, познает, что сердце его не есть только физический орган или орган психической жизни, но нечто, не поддающееся определению, способное соприкасаться с Богом, источником всякого бытия. Старец Силуан, страница 227. Сердце это то место, где происходит развитие всей духовной жизни, где действует нетварная энергия Божия. Как правило, это глубокое сердце, неведомо не только окружающим, но и самому человеку, ведь благодать Божия таинственно совершает спасение человека в его сердце. Характерны слова архимандрита Сафрония. Полем духовной борьбы для всякого человека прежде всего является его собственное сердце. И тот, кто любит входить в свое сердце, оценит выражение пророка Давида. Приступит человек и сердце глубоко. Истинная христианская жизнь течет там, в глубоком сердце, открытом не только от посторонних взоров, но в полноте и от самого носителя этого сердца. Кто входил в этот таинственный черток, тот несомненно испытал невыявленное изумление перед тайной бытия, кто чистым умом погружался в напряженное созерцание своего внутреннего человека, тот понимает невозможность проследить в полноте течения своей жизни даже за короткий отрезок времени, тот сознает невозможность уловить процессы духовной жизни сердца, которое своей глубиной касается того бытия, где уже нет процессов. Апостол Петр называет сердце откровенным человеком, говоря, сокровенный сердце человек, первое послание Петра с 3 по 4 стих, это действительно то место, где светится Бог, Господа Бога светите в сердцах ваших, первое Петра с 3 по 15 стих, сердце восходит благодать Божия, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, второе послание Петра с 1 по 19 стих, хотя человек и соединяется в сердце с Богом, сердце остается меньшим, а Бог большим, Бог больше сердца нашего. Мы привели эти цитаты не для того, чтобы показать, как характеризует сердце Священное Писание и святые отцы, это мы сделаем в другом параграфе, но чтобы стало понятным, что в Новом Завете и у святых отцов многократно говорится о сердце. В другом месте мы отметили тот факт, что ум является прежде всего глазом души. Кроме того, мы указали, что святые отцы во многих случаях ум связывают с сердцем. Действительно, сердце может отождествляться с умом, характерны слова Максима Исповедника, о старающихся очистить от ненависти и невоздержание ум свой, который Господь называет сердцем. Добротолюбие, том 3, страница 224. Когда мы, братья и сестры, с вами рассуждали о том, что когда Господь создал человека, то ум, воля и сердце это три, они были всегда вместе в сердце находились. Они не слитны и неразделимы, как Святая Троица. Когда Адам упал во грех, то у него ум из сердца вышел и зашел под разум. А разум отвечает за мирские дела, и люди стали мирскими совсем. А мирской человек, который любит мир, это есть вражда на Бога. Поэтому все святые отцы пытаются ум поставить на то место, где он должен быть. Ум это как царь, который восседает на престоле сердца своего. Поэтому мне бы хотелось вам это немножко объяснить, и может быть, кто и не слышал из вас, и почему многие отцы святые называют в одном и том же месте об уме говорят, в другом месте они говорят, а сердце то же самое. Потому что ум, он только тогда может назваться умом, когда находится в самом сердце, там, где ему место. И он сам без благодати туда от разума прийти не может. Если ум попал в сердце, значит благодать Духа Святаго зажглась в сердце. И ум, воля и сердце стали едины. Вот это самое главное, что мы должны понимать. Сие творится благодатью Духа Святаго. В другом ум это глаз души, а сердце центр человеческой личности и духовного мира. Однако ясно, что ум и сердце связаны между собою. Очень важно отметить, что святитель Григорий Палама, сказав о чистоте сердца, в дальнейшем разбирает вопрос об уме и его чистоте. Добротолюбие, том 5, страница 300-302. Здесь собраны святые отцы из Добротолюбия. Это очень интересно их почитать. Конечно, здесь следует напомнить и о том, что было доказано в предыдущем параграфе. Отцы называют умом и сущность души, находящуюся в сердце. Вот видите, именно в сердце находящуюся. И ее энергию, состоящую в помыслах. Ум называется и деятельность ума, состоящая в мыслях и разумениях. Ум есть и производящая сие сила, называемая в Писании еще и сердцем. Никифор, уединенник, рассматривая и описывая внимание, говорит, что внимание некоторые святых называли блюдением ума, иные хранением сердца, иные трезвением, иные мысленным безмолвием, а иные еще иначе как. Но все сии наименования одно и то же означают, как о хлебе говорят, укруг, ломоть, кусок, так и о сем разумеем. Там же в Добротолюбии страница 248. Следовательно, согласно Никифору-уединеннику, хранение ума и сердца это одно и то же. Это и значит, что в святоотеческом богословии ум связывается и отождествляется с сердцем. Поэтому все, что мы написали в предыдущем параграфе об уме, можно отнести и к сердцу. Здесь, однако, речь пойдет в основном о сердце. То есть, дальше, когда будет ум называться, в основном пойдет о сердце разговор. О соединении ума с сердцем говорится и у блаженного диадоха фатийского. Блаженный учит, что благодать Божия с момента крещения сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, утаивая присутствие своего от самого чувства Его. То есть, здесь говорится о сердце. Вот. То есть, с момента крещения человека благодать в глубине находится сердце. Утаивает от самого человека чувства самой благодати. Понимаете, как вот? Когда же, вот смотрите дальше, когда же начнет человек любить Бога от всего произволения своего, тогда благодать передает душе часть своих благ через чувство ума, то есть, чувство сердца. Вот видите, сколько мы с вами говорили о чувстве, да, и вот наши все святые отцы, они это и подтверждают. Но, есть чувственные вещи, которые отцы к греховности относят, то есть, вот, ну, как бы, знаете, к душевным каким-то вещам. Допустим, какое-то видение увидеть глазами своими, да, то есть, в основном это прелесть, потому что грешный человек, он не достоин видеть святыми. Но нам Господь дал именно духовное чувство, духовное видение. Об этом святитель Игнатий Брянчанинов хорошо описывает. Поэтому, если вот этого духовного чувства у нас святого духа нету, именно не душевного чувства, а духовного чувства, то это говорит о том, что человек с Господом не соединялся никогда, или не соединяется на данный момент. Вот. А Господь говорит, то со мной не собирает, тот расточает. Поэтому нам нужно подвязаться в этом деле. А самое главное это любить. Когда же кто человек начинает любить Бога от всего произволения своего, тогда она передает душе часть своих благ через чувство ума. Когда же кто-либо раздаст свое материальное богатство, тогда обретает себе то место, коему укрылась благодать Божия. Святой Диодох Фатикийский. Добротолюбие, том 3, страница 51. В другой главе Блаженный говорит, что в святом крещении благодать вселяется в глубину души, то есть в ум. Когда же мы тепле воспоминаем о Боге, то чувствуем, опять видите, чувствуем, что божественная любовь как бы потолком исторгается из самой глубины сердца нашего. Добротолюбие, том 3, страница 52. В этих цитатах налицо соединение ума, души и сердца. Поскольку во времена Блаженного Диадоха было распространено еретическое представление Миссалиан, согласно которому в душе одновременно пребывает благодать Божия и Сатана, Блаженный проводит разграничение, исходя из знания Священного Писания и самого чувства ума. Он подчеркивает, что прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а Сатана гнездится в самих глубинах ее. То есть в глубинах сердца внутри. Покушаясь переграждать уму все правые исходы. С того же часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, а благодать внутри. После крещения Сатана покидает душу, а благодать входит в нее. Таким образом, благодать и Сатана не находятся одновременно в одном и том же месте. Благодать через чувства ума и самое тело обвеселяет радованием, неизреченным. То есть это вот именно чувство сердца. Оно веселится неизреченными чувствами, весельем таким вот, радованием таким неизреченным. Бесы же насильственно пленяют душу через телесные телесные чувства. Особенно если найдут человека нерадивым духовным подвигом. С другой стороны, братья и сестры, вроде, как говорится, как же так возможно, что человек и сам грешит, а в какое-то время бывает и благодать чувствует. Самое главное, когда благодать человек ощущает, оно радует и веселит свое сердце, в то же время не может Сатана там находиться. Как только, допустим, Сатана входит в человека, допустим, через помыслы, то Господь отходит оттуда. Поэтому все вместе в одном и том же месте находиться не может. Вот здесь о чем говорится. Также еще это подчеркивает очень хорошо святой Григорий Палама, когда он говорит, что не подумай о себе высоко, если ты почувствовал в сердце благодать. Ведь говорится же такие слова, что не очищен, но и сердце оно не может ощущать благодать и Божия. Но если ты будешь так думать, он говорит, то ты почувствуешь, возомнишь о себе, что ты очистился сердцем. Но чтобы ты не пал так, не взлетел так высоко и не упал так низко, то есть, да, вот нам это объясняется, чтобы мы не падали так низко, то мы должны понимать, что в душе, он говорит, Григорий Палама, много сил. И если Господь одну силу коснулся благодатью, человек это почувствовал, то другие силы души, они же загрязненные у нас. Поэтому надо это понимать и не думать о себе высоко, всегда со смирением смотреть. Когда мы поступаем по плоской похоти, благодать Божия, находящаяся после крещения в глубине духовного сердца, заслоняется страстями. Поэтому задача человека заключается в том, чтобы раскрыть эту благодать при помощи подвижнической жизни в облагодати. То есть, прогнать облако, покрывающее сердце. То есть, вот это облако, вот этот камень приваленный, то есть, вот камень нечувствия его называют, вот это облако, страстное облако, греховное, то есть, оно не подает нам чувствовать благодать Божию. То есть, вот нам нужно и потрудиться, чтобы его прогнать. А оно прогоняется через стеснение сердца. То есть, когда Господь нам попускает какие-то скорби, болезни или еще что-то, то есть, вот это вот именно сердце наше, оно начинает плоское, понемножку чувствовать. Мы сперва обретаем плоское сердце, а потом через вот эту вот болезнь, если мы правильно эти болезни воспринимаем, то мы можем найти в нашем плоском сердце еще и духовное сердце. Об этом будет дальше то же самое сказано. Поскольку же дьявол, по словам блаженного Диадоха, во святом крещении изгоняется из сердца, то как же может после такого посрамления этот изверженный опять войти внутрь и пребывать там вместе с истинным домовладыкою в своем доме упокоевающимся, как ему благоугодно. Это учение блаженного Диадоха изложено здесь для того, чтобы стало ясным, что при святом крещении благодать Божия входит в глубокое сердце. То есть, вот именно не в плоское сердце, а в нашем плоском сердце есть еще и духовное сердце. Вот благодать Божия входит туда глубоко, его называют глубокое сердце. То есть, в глубину духовного сердца здесь даже вот дальше подтверждается. Когда же это сердце сокрыто страстями, мы ведем великую борьбу, чтобы открыть его. Фиолипт, митрополит филадельфийский, учит, что в сердце, то есть ум, раскрывается, когда человек живет как безмолвник. Когда прекратив внешние развлечения, ты укротишь и внутренние помыслы, тогда ум начнет воздвигаться к делам и словам духовным. Добротолюбие, том 5, страница 166. Святой призывает отказаться от общения и бороться против внешних помыслов, пока не обретем место чистой молитвы, дом, где обитает Христос. Итак, прекрати беседы внешние и со внешними, пока обретешь место чистой молитвы и дом, в коем обитает Христос. То есть, надо прекратить нам, то есть, побольше молчать надо. И тогда человеку легче будет Господу достучаться. Если человек языком меньше говорит, то у него получается, что и помыслов меньше. Но потом бывает такое, что человек может, допустим, меньше говорить языком, а внутри быть болтливым. Поэтому я вам скажу, братья и сестры, на своем небольшом опыте, что надо еще и прекратить мысленно разговаривать. Где-то бывают какие-то рассуждения, еще что-то, человек работает, еще какие-то моменты. Но как только мы начинаем, допустим, молиться, или о Боге думать, или спать кто ложится, или еще что-то, и в это время начинают какие-то мысли лезть, или еще что-то, или занимаемся одним делом, а мысли в другое лезут, значит, у нас в помыслах беспорядок. Надо заниматься одним делом, а все мысли остальные отдать на попечение Богу. Вот эта многопопечительность, она столько много мыслей подает. Поэтому старайтесь сделать одно дело, а втором деле, которое нужно делать, отдайте его Богу, пройдет время, и его будете делать. И так с Божьей помощью человек немножко начнет приобретать тишину помыслов. Отсюда яствует, что сердце – это то место, которое можно открыть благодатным подвигом, и в котором является Христос. Это известно человеку, очищающему себя от страстей и всех дел греха. У паршего же человека, живущего далеко от Бога, сердце закрывается и становится совершенно неведомым. Человек не знает, существует ли оно, но человеку, живущему по Богу, сердце известно. Для него оно является реальностью. Это изучение подводит нас к той точке зрения, что откровение сердца есть по существу откровение личности. Человек, который с помощью благодатного подвига откроет сердце, где скрывается и царствует Христос, становится личностью. Ведь личность – это главным образом подобие Божие. Итак, откровение сердца – это откровение личности. Мы не намереваемся излагать в этой связи антологию личности, как она представлена в учении святых отцов в церкви. Согласно учению отцов мы верим, что образ есть потенциальное подобие, а подобие есть образ в действии. Точно так же человек, создаваемый Богом и воссоздаваемый святым духом, есть потенциальное личность. Поэтому мы утверждаем, что с антологической точки зрения личностями являются все люди. Однако, с точки зрения не все мы личности, поскольку не все достигли подобия Божия. Пока в сердце благодать не горит, человек личностью называться не может. Понимаете, какая ситуация? Не занимаясь специальной антологией личности, здесь мы обращаем внимание именно на аскетику личности, которые обыкновенно пренебрегают современные богословы. В этой связи характерны слова архимандрита Сафрония. В божественном бытии ипостась образует его самое глубинное начало. Подобным образом и в человеческом бытии ипостась является самым существенным и основным элементом. Личность это сокровенный сердце человек в нетленной красоте, что драгоценно пред Богом. Первое послание Петра с 3 по 4 стих. Наиболее ценное ядро всего человеческого существа, проявляющегося в способности человека познавать себя и распоряжаться собою в том, что он обладает созидательной энергией и может познавать не только видимый мир, но и самого Бога. Сжигаемый любовью человек чувствует, видите, опять чувствует, как соединяется с Богом, которого возлюбил. В этом единстве он познает Бога, так что любовь и видение сливаются в некое единое действие. Личность это сокровенный сердце человек и для нее подход только такое определение. Личность это таинственное общение и единение со Христом, поэтому ее невозможно определить при помощи научных терминов. Церкви нельзя дать другое определение, кроме того, что оно есть тело Христово. И то же самое относится и человеческой личности, сердцу, где совершается таинственное общение Бога и человека. В виде тела Христово можно назвать и человека, в котором живет Христос. Понимаете? Научное и философское знание может давать свои формулировки, но личность превыше всякого определения. И, следовательно, ее нельзя познать извне, если только она не откроется сама. Как Бог есть таинственный Бог, так и у человека имеются таинственные глубины. Это не начало и не конец существования, ибо Господь, а не человек, есть альфа и омега. Боговидное качество человека заключено в образе его существования. Подобие же существования это то подобие, о котором говорят в Писании. Итак, если нельзя дать определение личности, то нельзя определить и сердце, которое есть личность. Личность это некая реальность, порождаемая благодатью Божию. Личность рождается свыше и не подчиняется законам природы. Личность превосходит земные пределы и устремляется в иные сферы. Ее нельзя истолковать. Она единственная, уникальна. Поскольку личность это сердце, то можно сказать, что и сердце рождается свыше. Как говорится в Псалме «Сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав, обнови во утробе моей». Оно не является естественным состоянием. Сердечное место можно различить только при содействии благодати Божией. Это рождение личности. В действительности есть откровение. Личность это порождение свыше. В нас вырастает изумительный цветок и постась личность, как и Царствие Божие. Личность не приходит приметным образом. Луки 17, 20. Я как-то вам раньше рассказывал, что я был верующим человеком, все, но когда Господь явно в сердце прям Духа Святаго подал, и сердце мое верою живую загорелось, а через веру я начал и сердцем видеть Господа, святых ангелов, святых отцов, знаете, по канавочке бывало еду Богородичной в Дивееве, видел Николая Чудотворца, Екатерину Великомученицу, и можно говорить, говорить, и говорить. Вот эти вот именно вещи, когда со мной произошли, я сел, посидел и удивился, вы знаете, вот так вот думаю, задумался об этом, вот и думаю, Господи, неужели ты на самом деле действительно есть? То есть, понимаете, есть вера, когда человек умом принимает, то есть, головой и какие-то знания, и верующие, и все, даже бывают чувства какие-то некоторые воспринимают, а есть, когда в само сердце заходит благодать Божия, и тогда человек понимает, что какой-то мир мистический, блаженный, дивный, сердечко Господа нашего Иисуса Христа, его нетварная энергия, она входит в мое сердце, и в нашем сердце, в плотском, начинаем только понимать, что там не только плотское кусок мяса, там что-то еще есть, которое может себя принять Царствие Небесное. То есть, вот, когда человек начинает принимать вот эту вот благодать, он сможет и другим ее передавать. Пока человек священнослужитель не может это принимать, то он и сам зажечь никого не может. И в основном такие священнослужители, они ведут людей в расколы, в ереси, как слепые учителя, Господь говорит, ведут слепых, и оба в яму упадут. Поэтому здесь сейчас, вот почему во всем мире вот это вот идет самое ужасное, потому что люди, которые не почувствовали благодать Божию, они не могут ее полюбить. Господь такой дивный, когда он приходит в сердце, человек не может просто так на это безразлично смотреть, он начинает сердцем загораться, ему хочется сказать, Господи, мой любимый, как же я хочу к тебе, и для человека перестает существовать весь мир. никто не может стать на первое место в его сердце, только Господь Бог, и он начинает терять его, мучиться от этого, потом приобретает, радуется, говорит, Господи, как я долго скучал по тебе, как я долго ждал тебя. Человек начинает осознавать, что он грешный, и когда он боится потерять вот эту вот дивную жемчужину, он разве сможет вот так вот идти, заходить в мечети и предавать Господа, или там объединяться с католиками, которые находятся под анафемой Вселенского собора. Именно Вселенский собор святых отцов отлучил, как ветвь иссохшую католиков, а сейчас идут и объединяются, и людям вроде и дела нет, ну ладно, хорошо же, надо же объединяться, все же люди и так далее. Нету любви, вот этой искорки, вот этой драгоценной любви, и люди не боятся потерять ее, потому что они ее не имеют. Вот это самое страшное, что есть. И вот знаете, совсем не важно, кто я в этой жизни являюсь, важно то, о чем я проповедую. И когда я проповедую эти вещи, и знаю, что я это чувствовал, и неоднократно о том, чем говорю, поэтому я знаю, что я перед Господом говорю правду. Если Господь мне дал эту благодать, то я передаю вам ее. И совсем не важно, кто я, какой я сан ношу, какое помазание имею, мне совсем это не важно, это уже идет послушание. Но самое главное, это единение со Христом. Мы должны, братья и сестры, познавать с вами то, что если любой человек, который стоит на какой-то должности, и должность для него дороже, чем соединение с Господом, то он никакой, не пастырь, не архипастырь, никакой он не верующий, он есть предатель. Мы должны с вами идти так, что не важно, кто мы вообще, не важно, какие мы должности оносим и послушание перед Богом несем. Главное, вот для меня главное, что, что вот о чем я вам говорю, я этим дорожу, я это как умею, люблю, и это самое главное в моей жизни. Господь должен стоять главным в нашем сердце. Когда это будет происходить, какая разница, что со мной дальше будет. Не важно вообще это. Важно, чтобы мы любили Господа, чтобы Пречистую Богородицу, вот за моей головой иконочки дивной Владычицы нашей Богородицы. И хотел бы вам несколько слов о ней сказать. Молитесь ей почаще. Она есть самая дивная и славная. Она умеет так любить, как ни один человек не может любить, как ни один ангел, архангел и все святые вместе взятые. Она любит так, вот ее Господь, Он знал, что в сердечке Госпожи Богородицы может поместиться такая сильная любовь, что она будет подражать всегда Господу, Иисусу Христу, Сыну Своему Возлюбленному. Она будет подражать и любить людей. Она всегда заступается за нас и говорит, Господи, услышь этих людей, просят они меня. А Господь ей говорит, если я их сейчас услышу, они рано опочивают и рано расслабятся, как вот по-русски, да, сказать, или каким-то простым языком. И все равно будут то же самое делать. Им будет только хуже от этого всего. Еще больше, худшее состояние придет на них. Матерь Божия не отходит от Спасителя, от Сына Своего и говорит, ну ведь ты же, Господи, сам поставил меня мамой над ними. А сердце материнское, она не может просто так смотреть на это. Помоги. Господь опять говорит, что не могу принять их. Они сегодня одно делают, завтра другое делают. И Матерь Божия не успокаивается на этом. Она говорит, сыне мой, ради того, как я тебя люблю, ради того, ты же сам мне заповедовал любить их, ради твоей заповеди несу тебе послушание и прошу, помоги им. Они просят, они молятся. Ведь ты же обещал, сыне мой, там, где поменется мое имя, ты это место осветишь. И Господь говорит, ради тебя, мать моя причистая, освещу и сие место. Поэтому у нас есть с вами именно то, та надежда, которая до последнего, как бы мы грешны не были, мы должны до последнего просить госпожу Богородицу, чтобы она помогла нам. Надо нам с вами вспоминать Тихона Задонского, который говорил слова такие, боженька. То есть мы стали черствые, мы не можем Господу говорить добрые, ласковые слова, как вот всемилостный, дивный, славный, добрый. И вот бывают люди, которые обращаются к Господу и говорят такие слова, что Господи, славный мой Господи, дивный мой, кормилец ты мой. И когда такие подобные слова говорит человек от сердца своего, он и располагается чувством. И потом, когда приходит время помощи какой-то у Бога просить, он сразу же чувственным сердцем это просит, а это значит в истине. А когда человек в истине молится, то есть то, что у Бога, о чем просит, он это и чувствует, что необходимо ему, что он просит, Господи, помоги мне, как ты знаешь, как ты хочешь. Господь тут же благодать подает и возвещает человеку, что он слышит его. И человек радуется, как дитя. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ